Дворец культуры. А по-другому такое великолепие, которое теперь предстает перед взором горожан, назвать невозможно. 60 лет районный дом культуры не видел в своих стенах рабочих и строительных материалов. Путь к обновлению занял долгие годы. Еще пару лет назад нельзя было и мечтать, чтобы здесь произошел не просто ремонт, а полное сохранение исторического облика. От мала до велика вспоминают, приходя сюда первый раз, просто с восторгом вспоминают, какие здесь потрясающие гобелены, какая здесь лепнина, какие здесь люстры. И здорово, что нам удалось сохранить все это великолепие. И как раз это касалось уже реставрационных работ, которые в первоначальном проекте и проекте, который прошел государственную экспертизу, не учитывался. Мир не без добрых людей. Властям удалось найти спонсоров, которые помогли со средствами на реставрацию помещения. Лепнина, люстры, деревянные двери. Здесь ничего не заменили пластиком. Все оставили в прежнем виде. Много сил пришлось приложить для того, чтобы обновить фрески. За годы они потускнели, а в некоторых местах даже были утеряны. Специалисты по крупицам собирали изображения. У меня нет слов. Все эмоции невозможно выразить. Это очень приятно, очень красиво, все очень замечательно. В рамках реконструкции удалось увеличить площадь дома культуры на полторы тысячи квадратных метров, что позволило создать новые классы для занятий и облегчить работу прежних. В родные стены вернется и коллектив театра «Тевид», которому последние годы приходилось ютиться в кинотеатре «Иска». Мы сегодня рады, что возвращаемся в свои стены. Мы сегодня рады, что мы понимаем, какое значение, какая ответственность лежит на наших плечах. И мы действительно рады этой ответственности. А самое главное, мы просто рады вернуться. Мы рады работать. Мы рады дарить свой талант, тепло своих сердец, тепло своих улыбок. Чтобы лично убедиться в том, что Дом культуры сохранил свой прежний исторический облик, открытие посетили сотни жителей Ленинского района. Здесь выросло не одно поколение талантливых представителей нашего муниципалитета. Взрослеть и набираться опыта в красивом, изысканном месте всем им будет куда приятнее, чем в серых стенах. Огромное количество мальчишек и девчонок, юноши и девушек. Здесь их получали первые навыки. В искусстве, в самодеятельном творчестве. Становясь гармонично развитыми людьми, вступая в самостоятельную жизнь. Дом культуры был и остается центром притяжения жителей Ленинского района всех возрастов. И теперь, получив второе рождение, непременно он расширит свой потенциал. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, ДВЕРНОГРА.